Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, как забыть бывшего, с чего начать. Не получается долгое время забыть, когда понимаешь, что у него кто-то есть, сильно расстраиваюсь и переживаю, понимаешь, что пора забыть человека и начать новую жизнь. Смотрите, вообще расставание это травма с точки зрения психологии, да? То есть, что такое травма? Это резкое и, как следствие, болезненное разрушение привычной картины мира. Ну, это так. То есть, для человека любое изменение резкое – это травма. Меняется привычное сознание, меняется привычная модель поведения, меняется всё. Меняется всё. Меняется очень многое. И то, что вы описываете – это тоже травма. Если вам эту травму по той или иной причине было невозможно прожить, если вам по той или иной причине эту травму было невозможно выразить, ну, вот, вашими, например, чувствами, которые у вас были по этой ситуации, вот, если всё это, если всё это вы не сделали, то, конечно же, вы остаётесь до сих пор травмированы. К сожалению, это реально. Только когда чувства по этому поводу у вас будут прожиты, только когда эмоции по этому поводу будут выражены, только тогда вы получите для себя шанс на то, чтобы идти дальше. Пока такого шанса у вас нет. И это нормально. Дальше. Что значит, я не могу о нём забыть? Давайте подумаем. Когда я говорю о том, что не могу забыть человека, что я об этом подразумеваю? Подразумеваю ли я под этим некое такое когнитивное, если можно так выразиться, забывание? Вряд ли. Вряд ли. По большому счёту человек помнит всех, по большому счёту человек помнит всех, кто так или иначе находился, соприкасался с его жизнью. Поэтому я не думаю, я не думаю, что речь здесь идёт о том, что вы не можете кого-то забыть. Я думаю, что речь здесь идёт о другом. Я думаю, что речь здесь идёт о том, что вы, так уж вышло, к чему-то тяготеете. Я думаю, что тяготение, стремление, тяга к определённому состоянию является тем самым якорем, как его очень часто называют, который вас как раз таки и тянет назад. Вообще, в этом, на мой взгляд, ничего страшного, прям конкретно страшного, нет. Нужно просто постараться увидеть, что это за состояние. Нужно просто постараться увидеть, постараться заметить. то, в общем-то, чего вы хотите. Надо постараться увидеть и заметить, в общем-то, то, к какому состоянию вы тяготеете. Это не сказать, что всегда просто сделать. Но понять это может. Если мы, например, займёмся этим, мы сможем помочь вам увидеть, то, в чём вы, к примеру, нуждаетесь. И тогда вы получите ключ к тому, чтобы не забыть, потому что забыть невозможно, как вы уже, наверное, поняли. Но чтобы вы смогли для себя получить то, что вы хотите. То самое, вот, состояние, которое вы хотите. Которого вы хотите. Которому вы сейчас стремитесь. В этом состоянии ничего плохого нет. Оно нормально, оно обычно. В нём нет ничего сверх. Сверх кардинального. Возможно, вы хотите быть цельной. Возможно, вы хотите быть полной. Возможно, вы хотите быть уверенной в себе. Возможно, вы хотите быть защищённой. Возможно, речь идёт о чём-то ещё. Так сразу и не скажешь. Ещё один немаловажный момент, как мне кажется, заключается в том, что, конечно же, ситуация, которая произошла, она не могла вас не задеть. Ну, то есть, повлиять на то, как вы себя ощущаете. Повлиять на то, как вы себя воспринимаете. Грубо говоря, ну, молодой человек, мужчина, ушёл. Ушёл от вас к другой женщине. Или просто ушёл от вас. И вы сразу подумали. Это из-за меня. Это я во всём виноват. Это я виноват в том, что он ушёл. Со мной что-то не так. Я что-то теряю. И, понимаете, вся штука в том, что подобные заключения, умозаключения, не являются чем-то необычным, если вы до этого находились в отношениях болезненных. Что значит находилась в отношениях болезненных? Ну, в первую очередь, это означает, что какая-то часть вас, какая-то ваша потребность находилась в исключительной, в эксклюзивной, то есть принадлежащей только этому человеку, зависимостью. Например, пока я с ним, я женщина. Пока я с ним, я хорошая. Пока я с ним, я защищённая. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вариантов может быть довольно много. Вот понимаете, что бросается в глаза? Так это то, что описывая такую проблематику, как то, что вы не можете забыть человека, вы пишите крайне мало. Вы крайне мало описываете ситуацию. Никакой истории, никакого рассказа, никакой информации о себе и так далее. Почему? Ну, вероятно, вам не хочется вкладываться в раскрытие ситуации. Это наводит на такую не очень хорошую мысль о том, что вам может быть, сколько может быть. Вам эта ситуация чем-то выгодна. Вы получаете от этой ситуации некоторую вторичную выгоду. Например, вы можете не начинать новую жизнь, как вы говорите, потому что вы не знаете сейчас, что это за новая жизнь-то такая. Возможно, вы никогда своей жизнью и не жили, и боитесь её жить. В этом смысле тоже ничего удивительного нет. Потому вы и остаётесь в болезненном для себя, в неприятном для себя состоянии, но привычном. Состояние неприятное, состояние дискомфортное, но оно привычное. Тут всё понятно. А вот там, куда нужно перейти, там не понятно ничего. Это пугает. И надо сказать, что страх перед этим, он нормален. Я даже поясню, почему он нормален. Потому что человек пугает, в принципе, всё неизвестное. Вот что бы не было, что бы не было неизвестного, человека всё это пугает. Почему? Потому что нет готовых решений. Готовых решений нет. Как поступать, неизвестно. И всё. И отсюда возникает страх. Но страх даже возникает, я бы не сказал, что, знаете, только вот потому, что есть неизвестность. Я бы сказал, что страх появляется потому, что у меня к себе есть требование обязательно поступать правильно. Я должен знать, как поступать. Я должен знать, что мне делать. И если я не знаю, что делать, то это плохо. Я могу ошибиться. Как бы говорите вы себе. Ну вот, попробуйте задать себе вопрос. А чем так страшно ошибиться? А я могу что-то потерять. Я могу чего-то лишиться. Я могу чего-то не достичь. А почему это так страшно внезапно стало? Да? Почему это так страшно? Почему внезапно так страшно чего-то не достичь, чего-то потерять? А потому что это меня определяет. Меня определяет то, чего я достигну. Меня определяет то, чего я добьюсь. Меня это всё определяет. Как вы видите, определяет здесь всё только извне. Идёт вот это определение. Оно, как вы видите, не идёт изнутри. Оно не идёт из моей системы ценностей. Оно идёт преимущественно извне. Меня определяет то, что во вне. То есть это такая вот тотальная глухость. Прощу меня, простите. Такое может быть не очень звучное слово. Тотальная глухость к себе. Отсюда выстраиваются некоторые странные, поверхностные. Часто бессмысленные отношения. Когда я пытаюсь с человеком быть кем-то, но не собой. Когда я пытаюсь кого-то из себя строить, но я строю из себя кого-то, чтобы не потерять. В этом, как вы понимаете, очень мало искренности. В этом, как вы понимаете, очень мало какой-то живости. В этом, как вы понимаете, очень мало всего. В этом очень мало человека, в этом очень мало человеческого. Ну, я бы сказал, что человеческого в этом нету вообще, я бы так это сказал. Да, прозвучит это может быть немножечко, ну, немножечко пафосно сейчас, прозвучит немножечко сейчас, как бы, может быть наиграно, наиграно, вот, но глобально это так. Вы можете спросить, почему я ухожу вот в такие категории, несколько оторванные, можно сказать, от реальной ситуации, например, от вас оторваны, да, и так далее. Почему? Почему я ухожу? Ответ на этот вопрос достаточно простой и связан он, связан он с тем, что вы дали о себе крайне мало информации. И я просто надеюсь, что мой такой рассказ поможет вам увидеть ту, скажем так, глубину, которую вы сейчас не видите. Я надеюсь, что мой рассказ позволит вам взглянуть на себя вот, ну, знаете как, с такой стороны. Я очень надеюсь, что мой рассказ позволит вам увидеть, эээ, увидеть себя вот, с такой стороны. со стороны тотального предательства себя, со стороны тотального обкрадывания себя, я могу только надеяться на то, что у меня получится. Я надеюсь только, что у меня получилось вам это, ну, показать. Я надеюсь только, что у меня получилось вам это, эээ, ну, так скажем, продемонстрировать, как бы. Чтоб вы это увидели. Конечно, вы можете сказать, что ничего такого нет и я просто эмоциональный человек и всё. Ну, что же скажете вы, я не могу быть эмоциональным. Что же скажете вы, эээ, ну, как бы, эээ, я запрещаю вам быть эмоциональным? Эээ, нет. Ничто вам не запрещает быть эмоциональным. Наоборот, эмоциональность – это хорошо. Но, нужно использовать эмоциональность себе во благо. Нужно использовать эмоциональность так, чтобы она несла вам гармонию, чтобы она несла вам пользу, чтобы она вам что-то давала. А вам же ваша эмоциональность сейчас не даёт ничего. То есть, грубо говоря, это, ну, напоминает эээ, историю, когда эээ, человек, эээ, имея некоторую мощность, эээ, имея некоторую мощность, эээ, эээ, ну, влетает, эээ, влетает в стол. Просто потому, что машина очень быстрая и, эээ, человек не умеет ей управлять. Вот так же и здесь. У вас есть ресурс, эээ, этот ресурс ээээ, видимо, достаточно объёмен, но вы не умеете этим ресурсом пользоваться. Никогда, никогда, возможно, не умели, эээ, вот, ну, в этом ничего страшного, конечно же, нет. Вам можно помочь, вам можно помочь, эээ, но для этого нужно с вами поговорить, для этого нужно выяснить вашу историю. Я вам, эээ, я уверен, что, эээ, уже на этом этапе, на этапе, когда вы, эээ, будете, эээ, рассказывать свою историю, и будете таким образом её проживать, вы будете её, и вы будете её, как то осознавать несколько лучше, Я думаю, что уже на этом этапе начнут приходить интересные мысли, которые вы сможете использовать в дальнейшем. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго.